Итак, Павел возвращается к мысли. О несмысленных галатых, кто предстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через делами закона вы получили духа или через наставление веры. Он опять говорит о двух вещах, которые он противопоставляет одна другой. Что является основанием? Дела закона или вера? И он говорит, вы получили духа. Через что вы его получали? Через дела или через веру? Через веру. Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь много ли потерпели вы, неужели без пользы? А если бы только без пользы? Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела или законы сие производят? Или через наставление в вере? Он спрашивает, через что? Что является основанием? Если основанием, где являются дела закона, значит, здесь все зависит от вас, от дел, которые вы делаете, а не от Бога. Он говорит, ну на самом деле, вы же должны понимать. То есть, задавая этот вопрос, Павел, в общем-то, рассчитывает на то, что они знают правильный ответ. Ответ очевиден. Вы не можете полагаться на себя и на собственные дела, потому что вы можете получить только что-то от него по вашей вере. Так и Авраам. Опс. Переходим к отцу нашему. Авраам. Так и Авраам поверил в Богу, и он вменил это ему в праведность. Здесь мы видим, здесь мы видим, что апостол Шауль, посланник Шауль, рэба Шауль, апостол Павел, он вспоминает отца нашего Авраама. И он вспоминает события, которые произошли в определенный момент времени в жизни Авраама. Когда это все произошло? В какой главе? В какой? В 15 главе. Мы множество раз читали об этом. И разбирали, что же у нас было в 15 главе. И разбирали о том, что оправдание он получил не в 12 главе, когда он вышел, не в 13 главе, не в 14 главе, не в 22 главе, не в 17 главе, а в 15. Когда он просто вышел и поверил, не тогда, когда он что-то сделал. Потому что многие говорят, Авраам был послушен Богу, он последовал за ним, поэтому Бог вменил ему это в праведность. Ничего подобного. Мы видим о том, что он вышел из Ура, мы видим о том, что он вышел из Харана, и мы не читаем, что Бог ему что-то вменяет. Мы видим там, его веру, когда он разделяет землю и отдает лучшее своему племяннику, он верой двигается. Ну, в общем-то, да, он верит, что Бог его не оставит, не обделит. И он не хочет конфликтовать и как бы дает возможность выбирать тому, кто на это право, в общем-то, не имел. Бог ему не говорит. Вот я смотрю и вменяю тебе что-то за то, что ты это сделал. Ничего не происходит. Мы видим движение Авраама, когда он идет и побеждает царей. Понятно? Бог был с ним? Да, был. Но тоже Бог не вменяет ему это в праведность. Мы видим, что Бог вменяет ему праведность. Простое действие. Когда Авраам вышел, посмотрел и сказал, что верю. И это было достаточно для того, чтобы Бог вменил. Вменил – очень хороший термин, не всегда понятный, да? Вменить – это дать что-то, да? То, на что ты можешь и не рассчитывать, и не заслуживать, чему ты можешь не соответствовать, тебе все равно это дается. И это решение не основано на твоих заслугах, оно основано на милости того, кто дает. Не Бог вменяет. И апостол Павел в данном случае говорит, так Авраам поверил Богу, и он вменил этому праведность. Познайте же, что верующий – суд сыны. О! Он говорит, вы стали кем? Сынами. Отлично. Что это значит? Ну, стали потомками. Отлично. А значит, можем претендовать. Хитрые мы какие, да? Вспоминаем. А сколько сынов было у Авраама? А сколько сынов было у Авраама? Понятно. Не один. А получил завет. И когда мы говорим о том, что мы стали сынами Авраама, это автоматически делает нас наследниками всего наследия, которое получил Ицхак и затем Яков? Но многие люди говорят, подождите, подождите, мы стали сынами кого? Авраама. И это справедливо. Потому что мы стали теми, кто начал ходить путями Авраама, творя суд и правду. Вспоминаем, какое местописание? Правильно. 18 глава Бытие, 19 стих. Мы говорили о том, что суть завета, это он избрал его для того, чтобы он заповедовал своим сынам ходить. И говорит, послушайте, ребята, если вы встали на этот путь, ходя путями отца нашего Авраама, «Итак, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом то, что он сказал о нем». И здесь говорится о том, что, послушайте, познайте, что верующий суд сыны Авраама, потому что они ходят путями отца нашего Авраама. И Писание, предвидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, «В тебе благословятся». О! «В тебе благословятся». Но «В тебе благословятся» – это не значит, что они получат то, что было заповедано Аврааму Цхако-Иакову. Говорится, что через эту веру придет благословение для всех народов, из которых люди что сделают? Поверят. Говорят, вы стали потомками Авраама через веру, вы стали ходить путями Авраама через веру. Исполнилось то, что было сказано в Писании, что через Авраама вы стали все в благословении. Но пока еще не идет речь о наследии. Разницу отслеживаем? Идет речь о благословении, которое пришло через отца нашего Авраама, но не говорится пока о наследии, которое начало принадлежать нам на основании нашей веры. Пока говорится о том, что мы стали его потомками. Почему? Потому что мы начали ходить путями его. Говорится, что исполнилось Писание, что вы, будучи из разных народов, получаете благословение через веру, которую имел отец наш Авраам. Ну, пока еще о наследии. Ничего не говорится. Да? Итак, верующие благословляются с верным Авраама. Они благословляются вместе. Но написано, что так же. Благословляются вместе и благословляются так же. Это одно и то же? Ахам, окей. 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 Скажите, пожалуйста, вы благословены были вместе? Вместе, да, вместе. А размерчик один и тот же. Так вместе это так же? Кушайте, кушайте. Еще раз. Благословляется вместе. Но вместе это так же? Понятно, да? Почему-то мы произвольно можем себе подумать, что вместе это значит точно так же, как и он. Но вместе с ним это не так же, как и он. Понятно, да? А все утверждающееся на делах закона находится под клятву, ибо написано проклят всякий, не исполняющий постоянно всего, что написано в дни закона. Он опять производит параллель или противопоставление вере и закону. Делам закона. Да? А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верой жив будет. А закон не поверен, но кто исполняет его, тот будет жить им. Христос воскупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано проклят всякий, висящий на древе. Дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веру. Благословение Авраама распространилось на кого? Для чего оно распространилось? Получить духом. Возвращаемся немного к началу. Писание провидит, что Бог веруя оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Писание предвозвестило, что в тебе благословятся все народы. Писание предвозвестило, что спасение придет ко всем. И поэтому было сказано, что спасение придет через что? Через веру. И говорит, это обетование пришло о благословении всех народов через Авраама. Пришло к Аврааму, но не ко всем народам. Но Писание предвидя о том, что будут спасены через веру все, из всех народов, принявшие эту веру, говорит о том, что в тебе благословятся. И здесь в послании Галатам написано, что через что благословятся? Через принятие обещанного духа веры. Что увидел Петр, когда он пришел в дом Корнилия? Корнилия. Понял? Спасибо. Спасибо. Он увидел, что они были погружены в Дух Святой. Что Бог сошел на них. Он дал им что? Духа Святого. И он говорит, кто я такой, если Бог их? Благодарил. Если Дух Святой сошел на них, они приняли Духа Святого точно так же, как и мы в начале. Что они приняли? Духа Святого. Чтобы им принят обещанного Духа, чем? Веру. Не через дела закона, а через веру Отца нашего Авраама. Он говорит, послушайте, посмотрите, что к вам пришло. Какое наследие к вам пришло. Величайшее, невероятное. То, которого мы все ожидали. Через веру во Христа Иисуса вы можете принять обещанного нам Духа. Вера. Не через дела закона. Не по праву наследства. А через исполнение обетования данного Отцу нашего Авраама. Обетование дано вам? Нет. Но Писание, предвидя о том, что будет, предвозвещает, что через Авраама вы все получите. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человекам утвержденного в завещании никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму были даны обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном из семени твоему, которая есть Христос. Я говорю, что вам завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Итак, мы помним уже 430 лет о законах, обетованиях. Помним, да? Не будем останавливаться на этом? Если непонятно, посмотрите в предыдущие конспекты или записи. Итак. Ибо если по закону наследства, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Тут апостол Шауль опять возвращается к тему закону. Смотрите, все время идет, как бы, противостояние между делами закона и веры. Все время такие качели. Но не качели противостояния одного или другого, а качели в том, что ложится в основании. Не отвержение закона, не отвержение дел. А он говорит, послушайте, нам нужно разобраться, что лежит в нашем основании. Что мы положим в основании нашей веры? Дела или веру? Что мы положим в основании нашего спасения? Дела или веру? И он все время говорит, нельзя, невозможно положить в основании спасения дела. Он не говорит о том, что закон плох. Он никому не нужен. Дела никого не интересуют. Он говорит не об этом. Он говорит, нам нужно разобраться. В основании нашего спасения, что мы полагаем? Дела или веру? Что мы полагаем? Можем ли мы к вере сказать, ну вот кроме веры нам еще нужно тут немного дел? Нет. Он говорит, либо веру, либо дела. И настаивает только на вере. И он говорит, для чего же закон? Он говорит, ну давайте теперь разберемся. Если мы разобрались, что мы полагаем в наше основание, мы разобрались и утверждаем о том, что мы полагаем только веру. Говорит, тогда у меня возникает логичный вопрос. Зачем закон? Ну, логично? Если есть закон и есть вера, и мы говорим, для нашего спасения достаточно только веры. То он говорит, возникает логичный вопрос. Кто дал нам закон? Расподь. Правильно. Он же его нам дал. Не мы же его сами придумали. Он его дал. Он нам дал веру. И он нам дал закон. И то, и другое пришло от кого? От него. Говорит, но в основании мы можем положить только веру. Закон в основании мы положить не можем. Дело нашего спасения основано только на нашей вере и больше ни на чем. Говорит, тогда логичный вопрос. Для чего закон? Ну, давайте разберемся. Он дан после по причине преступления до времени пришествия семени, к которому относятся обетование, и преподан через ангелов, рукового посредника. Остановлюсь, что я выражаю. Он дан после. Не буду разбирать место, преподан через ангелов, рукового посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Не буду разбирать. Одно из самых сложных мест Нового Завета. Толкований на это место бесчисленное множество. Понимание очень непростое. Разбираться просто не будем. Не хватит ни сил, ни времени. К одному пониманию все равно не придем. Будут существовать достаточно много точек зрения. Писание – одно из самых тяжелых и сложных мест для понимания в Новом Завете. Не советую никакие доктрины и учения строить на этом месте Писание, потому что оно единственное. Понятно, да? Мы знаем, что для того, чтобы узнать какую-то истину, Бог дает нам ее через двух или трех свидетелей. То есть, устами двух или трех свидетелей подтверждается какая-то истина. Если истина подтверждается только одним свидетелем, она не принимается к рассмотрению. Любая докстрина, учение, основанная на одном месте Писания, ну, скорее всего, будет какой? Неверной. Говорите. Поэтому не будем сейчас разбирать это место Писания, тем более не будем строить какое-то учение на нем. Нас интересует, для чего дан закон? Для чего, а не как. Потому что процесс описывают как, но не для чего. А нас интересует для чего. Поэтому я, извините, процесс передачи упускаю. Итак, для чего? Он дан после, по причине преступлений. До времени. Смотрите, очень важное замечание. Он дан после, по причине чего? Преступлений чего? Упс. Упс. Преступлений чего? Натурального. Итак, закон дан после, по причине нарушения закона. Да, мы разбирали. Смотрите, все нам достаточно просто. Мы разбирали 4 главу, 15 стих послания к римлянам. Разбирали в параллели с 5 главой, 13 стихом послания к римлянам. Потом переходили к первой главе послания к римлянам и говорили о том, что был закон, который дан был им от сотворения. И вторая глава послания к римлянам говорит о законе совести. То есть мы можем понимать, что существовали на разных этапах различные законы. Но естественный закон, закон совести, он был всегда явлен от сотворения. Истина была открыта от сотворения. Что нужно было явлено для каждого человека, начиная от сотворения мира. И мы говорили о том, что был у нас Адам, который нарушил закон и получил наказание. Был Каин, который нарушил закон и получил наказание. Было целое поколение во время Ноя, которое нарушило тоже закон и получило наказание. Хотя явного закона Синая, о котором здесь идет речь. Здесь уже речь о Синае. Еще не было. Я просто к тому, что то, о чем мы говорили, на самом деле лежит в основании этого понимания. Если мы сейчас будем говорить не опираясь на эти вещи, то на самом деле мы говорим о пустом. Для того, чтобы понимать, о чем здесь написано, вам нужно было понимание того, которое мы закладывали в первые дни. Понятно, да? Стоит еще раз останавливаться на этом? Или все понятно? Все понятно. Разживали достаточно хорошо. Итак, здесь говорится, для чего же дан закон по причине нарушения уже существующего естественного закона. Но естественный закон для меня и для вас мы можем как-то его по-разному понимать. Мы можем быть не совсем уже хорошими в совести, и поэтому наш закон будет не очень хорош внутри нас. Мы будем судимы по нему. Но для общества такой подход неприемлемый. И для общества нужен уже понятный, внятный закон, который нельзя как бы понимать иначе, чем как он дан. Он говорит, после, поскольку вы такие не научились жить по закону, которому он был дан вам, вы приступали его, был дан закон, который уже был явно прописан и понятен всем. И были даны еще судья к закону. Понятно, да? Здесь все понятно? Он говорит, для чего закон? Закон нужен был, потому что вы и нарушали естественный закон, поэтому вам нужен был закон, понятный и одинаково воспринимаемый всеми. Он не противен обетованию. Он не отменяет обетование. Он существует отдельно от него. Понятно, да? Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени. К которому относится обетование. Обетование относится к чему? К семени. А закон относится к чему? К преступлениям. Еще раз. Он дан после, по причине какой? Преступлений. До времени пришествия. До времени, как мы говорили, чего? Исправления. Вспоминанием послания к евреям, закон был дан до времени исправления. Апостол Шоуле говорит, закон дан был до времени пришествия семени. Значит, время пришествия семени, оно является временем исправления. Сложилась опять картиночка. Еще один пазл сложился. Что время пришествия семени, время исправления, это одно и то же время. И закон был дан до этого времени. Да? Итак, закон противен обетованиям Божьим? Говорит, никак. Есть отдельно существующее обетование, а есть закон, который дан до определенного времени. Они друг другу не противоречат. Ибо если бы был закон, могущий животворить, то подлинная праведность бы была от закона. Но Писание всех заключало под грехом. Дабы обетования верующим дано было по вере в Иисуса. Обетование верующим. Какое обетование? Какое обетование? Обетование земли. Обетование великого потомства. Обетование благословляющих тебя благословлю. Злосовящих тебя проклянул. Какое обетование? Дабы благословения Аврааму через Иисуса Христа распространилось на всех изличникам, чтобы нам получить обещанного духа. обетование, обетование, обетование духа, обетование искупления, обетование эти, а не, которые были даны в полноте Аврааму, а только эти, исполнились верующих. Здесь говорится о чем? Понятно, да? Когда люди читают, они говорят об обетованиях, имея в виду все обетования Авраама. Но здесь не идет речь ни о чем другом, как только о вере и искуплении. Еще раз. Апостол Шауль разбирает на протяжении первой, второй и третьей главы основание спасения через веру. И он говорит, послушайте, в основании может лежать только вера, но никак не закон. Понятно. В основании нашего спасения может лежать только вера. И он говорит уже о вере, которую имел отец наш Авраам. Можем посмотреть четвертую главу послания к римлянам. Как домашнее задание, я бы рекомендовал вам прочитать всю четвертую главу. Да. Что же скажем Авраам? Отец наш приобрел по плоти. Опять. Плотские подвязания и вера. Тема четвертой главы будет. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвелу, но не перед Богом. Ибо, что говорит Писание, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Опять вспоминаем пятнадцатую главу, когда никаких дел не было. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему, кто оправдывает нечсти, вера его вменяется в праведность. Опять, он говорит о той же самой мысли, что является основанием. Ваши дела или ваша вера. Он говорит о том, что, ребята, проблема заключается в том, что если мы говорим о делах, то это уже не милость. Это то, что вам будут должны. Ну, вообще смешно, конечно, звучит, чтобы Бог кому-то, чего-то был должен. И поэтому он спрашивает, а кто дал мне наперед, чтобы я должен был вас дать? Говорит, может вообще такое быть теоретически? Чтобы кто-то дал ему наперед, чего не получил прежде от него. Может такое быть? Нет, поэтому Бог никому ничего не должен. И здесь он говорит, но делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему, кто оправдывает нечсти, вера его вменяется в праведность. Так это видит, называет блаженным человеком, которым Бог меняет праведность, независимо от дел. Нам вменилась праведность в зависимости от дел. И апостол Шауль спрашивает у Глатова, ребята, вы через дела получили духа или через наставление вере? Через что вы получили духа? Говорит, кстати, Давид таких людей называл какими? Блаженными. Это не русское понимание, слово сумасшедшее. Ну, мы иногда понимаем блаженно, это значит немножко в голову у него что-то. Говорит, счастливый человек. Блаженный, счастливый человек, он получил не через дела, а через веру. Ему беззакония прощены, грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха. Он нам вменил грех. Он нам вменил праведность. Через дела закона, через веру. Он говорит, послушайте, ребята, вы блаженные, вам повезло. Бог вам греха не вменил. Блаженство все ее относится к обрезанию или к необрезанию? Опять. Ну, послушайте, опять за рыбу гроши, да? Мы все время крутимся вокруг закона обрезания пищи. И здесь апостол Шауль уже у римлян спрашивает то же самое, что он задавал вопрос Галатам. Говорит, ребята, обрезание при делах? Не при делах. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания? Знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так как он стал отцом всех верующих вне обрезания, дабы им вменилась праведность. Отцом всех кого? Верующих. Но все верующие не стали автоматически в завете с Авраамом, Ицхаком и Яковом. Он говорит о том, что он стал отцом нашим через ту веру, которую мы имеем, через те пути, в которые мы будем ходить. Мы стали подобны ему. Мы стали продолжателями того дела, которое начал он. Это да. Но это не открывает двери для того, чтобы мы пришли и сказали, Да, кстати, нам там было что-то обещано. Обещано было отцу нашему Аврааму, потом отцу нашему Ицхаку, и отцу нашему Якову. Понятно, да? Я знаю, что я много рассказывал. Не всегда вы помните, поэтому я на всякий случай выясняю. Итак. Отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который умел он вне обрезания. Понятно, да? Ибо не законом дарованного Аврааму на семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью от веры. Если утверждающиеся на делах закона суть наследники, то тщетная вера и бездействие на обетование. Он говорит, утверждающиеся где? Что лежит в основании? Понятно. Если закон лежит в основании, то, извините, тщетное обетование. Но в основании должна лежать что? Вера. Отлично. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Разбирали 4 главу, послание Кремлина, 15 стих. Не будем останавливаться, да? Окей. Итак, поверить, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере по потомкам Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов. Опять, обетование пришло к сыну обетования, но не ко всем. Понятно. Обетование, 12 главы. 15 главы, 17 главы, завет и обетование перешли к сыну обетования. Дальше они были переданы, мы разбирали, отцу нашему Якову. Но здесь говорится о том, что он будет отцом множества народов. Но это не значит, что обетования, которые были даны Ицхаку и Якову, станут наследием этого множества. Разницу чувствую? Итак, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящему и мертвых, называющим несуществующим, как существующий. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что садился отцом многих народов. Он это кто? Авраам. Так, подсказанно, так многочислен будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утром бассаринного омертвения не поколебался в обетовании Божьем невере. Но пребыл тверд в вере, воздал славу Богу. И будучи вполне уверен, что он заселен исполнить обещанное. Поэтому и вменилось ему в правильность. Апрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам вменилось и нам, верующим к тому, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Он говорит, впрочем, не по отношению к нему одному написано, вменится и нам что? Вера. Единственное основание, которое может быть вменено, это вера. Другого основания просто нет. И вся глава, четвертая глава, она посвящена опять тому же самому вопросу. Через что? Что лежит в основании? Дела или вера? И здесь опять-таки апостол Шеуль, рэбе Шеуль достаточно жестко разграничивает два понятия. Не соединяя их, а разделяя их. Показывая, что единственным основанием для оправдания того, чтобы нам вменилось в праведность, и мы получили через это блаженство, является вера в Иешуа Мессию. Не во что другое, а только вера в Иешуа Мессию. И это является основанием нашего блаженства, то, что Он не вменяет нам наши грехи из нашей веры. Аминь. Перерыв.